Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Процесс установки Forex робота состоит из следующих шагов. Первое. Зарегистрироваться на сайте Forex Broker. Второе. Открыть демо счет. Третье. Приобрести WPS сервер. Четвертое. Установить терминал MetaTrader. Пятое. Установить и настроить робота TridyRinger. Название звучит именно так. Я сначала думал, что это TridyRinger, но по написанию это слово отличается. Как пройти первые четыре шага, я записал отдельное видео. Если вы еще эти шаги не выполнили, я рекомендую начать по порядку. Если вы уже первые четыре шага выполнили, в данном видео я объясню, как выполнить пятый шаг. Установить и настроить робота. Итак, первое, что вам нужно сделать. Зайти в свой кабинет, то есть залогиниться на сайте globaltakeoverlunch.com. Второе. Перейти по ссылке globaltakeoverlunch.com office trial license. Эту ссылку вы можете найти в описании к данному видео. Перед вами откроется форма, которую необходимо заполнить латиницей. В графе address 1 пишем улица латиницей, номер дома, тире номер квартиры. Графа address 2 на усмотрение ее заполнять не обязательно. Город, допустим, Москва. Страна. Выбираете из списка вашу страну. Допустим, Российская Федерация. А штат, округ, регион, республика. То есть пишите, в данном случае, Московская область или, может быть, республика Татарстан и так далее. Почтовый индекс. И временная зона. То есть, ну, например, там Европа, Киев, Москва и так далее. И внизу написано, чтобы начать бесплатный 30-дневный тест, я соглашаюсь. И нужно согласиться со следующими документами. Это пользовательское соглашение, предупреждение о рисках, политике и процедуры, отказ от ответственности, политика возврата средств. И внизу есть последний пункт. Я соглашаюсь использовать демо-аккаунт на протяжении следующих 10 дней. То есть, компания настаивает, чтобы робот первые 10 дней тестировался именно на демо-аккаунте. Внизу есть примечание, что невыполнение оговоренных условий может привести к заморозке аккаунта. Итак, галочки везде поставили. Нажимаем синюю кнопку Submit. Появляется сообщение. И здесь написано, если вы готовы начать 30-дневный тестовый период, нажмите кнопку Start Trial. То есть, начать тест. Нажимаем. Появляется вот такая страница. Здесь наверху написано, что у вас есть одна тестовая лицензия. И вот в графе номер счета нам нужно скопировать и вставить сюда номер нашего демо-счета, который мы создали в брокерской компании. Когда мы вставили сюда номер, нажимаем вот эту зеленую кнопку Update License Information. Появляется зеленое сообщение. Ваша лицензия была успешно обновлена. После этого нажимаем вот эту синюю кнопку. Нажмите сюда, чтобы начать 30-дневный тест. Открывается вот такая страница. Она у меня на русском, потому что подключен плагин в браузере, который переводят на русском. Нас интересует шаг 2. Загрузка программного обеспечения на ваш WPS. И вот Try Ringer. Скачать zip-файл. Нажимаем вот сюда. На ваш компьютер в папку загрузки скачивается небольшой файл. Нажмите на него правой клавишей и выберите пункт «Извлечь все». Появляется вот такое сообщение, куда это должно быть извлечено. И нажимаем «Извлечь». В открытом архиве мы видим два файла. Сначала копируем файл TryDringer.v1.x4. Копируем его. Подключаемся к удаленному серверу платформе MT4. Нажимаем «Файл». Открыть каталог данных. Заходим в папку MQL4. Дальше папка «Экспертс». Те файлы, которые здесь есть, удаляем. Выделяем и удаляем. И вставляем тот файл, который мы скопировали. Теперь снова возвращаемся в открытый архив. Копируем второй файл. Снова нажимаем «Файл» «Открыть каталог данных». Заходим в папку MQL4. И заходим в папку «Лайбрарис». И вставляем скопированный файл сюда. С левой стороны терминала MetaTrader есть кнопка «Эксперт Адвайзерс». Нажимаем на нее правой клавишей. И выбираем «Рефрэш» или «Обновить». Слева от «Эксперт Адвайзерс» нажимаем «Маленький плюс». И видим надпись «Trade Ringer V1». Это означает, что робот установлен. И теперь наша задача робота установить для торговли валютными парами. Я беру файл. Тащу его на первый график. Евро-доллар. И в любом месте отпускаю. Появляется вот такое окно. И сейчас нужно сделать следующие настройки. Я ставлю галочки везде, кроме вот этой второй галочки. Чтобы менять здесь параметры, нужно нажать мышкой два раза. В первой графе я вписываю адрес электронной почты, с которым зарегистрировался на сайте Global TakeOver. Ниже я вписываю пароль, с помощью которого вхожу в кабинет Global TakeOver. Вообще все настройки должны быть сделаны по образцу данному кампании. Итак, я вписал свой email. Я вписал свой пароль. Следующее. LotMod.FixedLot. Стоит. ManageLot.20.000. А FixedLotSize рекомендуется делать настройку от 0.01, то есть 0.01 лота, до 0.05 лота на 1.000. Чем выше данная цифра, тем агрессивнее будет идти торговля, но тем выше и риски. Допустим, вы решили, что на 1.000 у вас будет 0.02. И вы сделали на демо счете депозит 5.000. Значит, 0.02 умножаем на 5, потому что у вас 5.000. И получается 0.1. Значит, вот в этой графе FixedLotSize я впишу 0.1. Range 21. LevelMax 12. DIMart 1.5. Значит, здесь нужно поменять. Ставим 1.5. Moving Average Period 20. Equity Protector. От 20 до 30 рекомендуется. Ну, тут стоит уже 20. Stop ER After Equity Protection True. Значит, стоит. True. Это как бы правда. Так, и здесь есть возможность включать или отключать робота по конкретным дням недели. Значит, торговля в понедельник, вторник, среду рекомендуется сделать True. То есть, чтобы в эти дни торговля шла. А вот торговлю в четверг, пятницу и субботу рекомендуется отключать. Там, где Thursday, Thursday это четверг. Здесь мы ставим False. Нажимаем, и здесь появляются вот два варианта выбора. False или True. Здесь мы выбираем False. В пятницу тоже False. И в субботу тоже False. А вот в воскресенье мы оставляем True. Торговлю во время новостей нужно поставить False. То есть, чтобы во время новостей робот не торговал. Close Before News. То есть, выключить робота перед новостями. True. За сколько минут до новостей робот должен быть отключен? 90. Сколько минут после новостей он должен быть включен? 60. Значит, здесь пишем 90. В последней графе пишем 60. И после того, как мы все это установили, нажимаем ОК. Теперь нужно сделать те же самые настройки на всех шести валютных парах. Но делать это по отдельности очень неудобно. Намного проще сделать так. Мы кликаем на робота в правом верхнем углу валютной пары. И справа нажимаем кнопку Save. То есть, сохранить. И где написано внизу имя файла, ставим сегодняшнее число. Допустим, 18 апреля. И нажимаем Сохранить. Таким образом, мы сохраняем все введенные настройки. Когда мы сохранили настройки, то установить робота на следующие валютные пары можно очень быстро. Перетаскиваем робота на следующую пару. Нажимаем Load. То есть, загрузить. Два раза кликаем. Не забываем, что вот здесь надо поставить галочки, где нужно. Все галочки, кроме второй, должны стоять. Нажимаем ОК. По этому же принципу перетаскиваем робота на все валютные пары. Как видите, на всех валютных парах надписи голубые. Это значит, что все настройки сделаны правильно. И робот готов к началу торговли. Если надписи будут красные, значит что-то сделано неправильно. И для запуска торговли остается нажать кнопку на самом верху Auto Trading. Вообще, сегодня четверг. И по идее, в четверг робот не должен работать. Но, поскольку я записываю обучающее видео, я сейчас его запущу. Тем более, что это демо счет. И как только я нажал Auto Trading, робот в ту же секунду открыл сделки по каждой валютной паре. То есть, работа уже началась. Таким образом, вы можете установить и настроить робота Трайдрингер. Всем желаю успеха и хорошего профита. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.